Игромания представляет Чудовищные, конечно, очереди на вход Люди будут стоять просто до вечера Ладно, пойдемте, у нас есть пресс-бейджик Если говорить о новой FIFA 20 То самое основное, что вам нужно знать об этой игре Это режим BOLTA 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 Так вот, в этом режиме будет сюжетная кампания Вы сможете нанимать от 3 до 5 уличных спортсменов Развивать их, создавать им экипировку И соревноваться по всему миру от Токио до Амстердама Собственно, этот режим BOLTA Ближайший аналог FIFA Street Только в рамках номерной части Ну а так, все стандартно Классный футбол Двигаемся дальше Ой, друзья, знали бы вы, какая здесь сейчас жара в Лос-Анджелесе Практически как в новом расширении для The Sims 4 Island Living Жизнь на острове Так вот, если говорить более серьезно В новом расширении игроки получат новый остров под названием Сулани А там вы сможете изучать пляжи, стать эдаким спасателем Малибу И в том числе встретить тех самых русалок, о которых я уже сказал Теперь коротко по поводу Эпикс Лиджинс Второй сезон стартует 2 июля Магическое число 2 И во втором сезоне разработчики добавили немало нового Так, например, стартуют ранговые бои, состоящие из 6 этапов Кроме того, появится новое оружие для легенд L-Star Оно будет полагаться не на рандом, а собирая боеприпасы, любые сможет преобразовать их в плазму Также в Эпикс Лиджинс появится новая десятая легенда Ее имя Нэтали Ватсон Пекет Именно ее отец изобрел то самое сужающееся кольцо на аренах Нэтали Инженер, и она умеет ставить заграждения, которые наносят вред противникам Но не опасны для союзников Нэтали Пассивное умение Нэтали называется Искра Гениальности Эта гениальная искра позволяет ей быстро восстанавливать ресурсы Если Нэтали находится рядом со своим генератором Но в целом все то же самое Разумеется, Electronic Arts не обошли стороной и свой главный боевик Battlefield V Нам представили несколько новых мультиплеерных карт Так, например, карта Morita Итальянская карта, которая предполагает бои на узких городских улицах Городок у подножия гор Здесь мы сможем использовать все виды пехоты Вторая карта, о которой нам рассказали, это Аль Сундан Северная Африка Она предполагает с точностью, да наоборот, бои на открытых пространствах С использованием большого количества военной боевой техники Также появятся две карты для ближних боев Это Лафатенские острова, Норвегия И итальянская карта Прованс И, наконец, Операция Метро Духовная преемница, пожалуй, самой популярной карты из Battlefield 3 Кроме того, разработчики Battlefield V поделились деталями пятой главы Так, осенью мы увидим Тихоокеанский театр военных действий Вместе с армиями Японии и США Кроме того, авторы добавят мультиплеерные карты Ивадзима и новое оружие А теперь самое главное, друзья Star Wars Jerry Fallen Order Павший Орден Действие игры развернется, начнется, скорее, на планете Брака На средних рубежах Где Империя разбирает старые списанные корабли бывших республик Мы играем за Кэла Кэстиса Он прошел путь джедаев во времена Войн Клонов И вот уже несколько лет работает мусорщиком Уровни, в общем-то, линейные Какая-то часть локаций представляет собой просто коридоры закрытые Какая-то чуть более широкие пространства Но все равно, в принципе, мы двигаться можем только в одном направлении Здесь сразу на себя обращает внимание тот факт, что разработчики практически полностью решили исключить все элементы интерфейса с экрана И мы видим только самый необходимый минимум подсказок Разработчики немножко вдохновлялись принцем Персии Так, например, главный герой прыгает по стенам просто как заядлый паркурист Пробегает по одной стене, перепрыгивает на другую Пробегает по ней и только после этого спрыгивает на какую-то твердь Также он умеет останавливать время Но эта фишка была в разных проектах Например, чтобы пробраться между каким-то вентилятором, между его лопастей Он его останавливает и перепрыгивает Или строит себе мост из крутящихся механизмов В нужный момент фризя их так, чтобы можно было перейти Наконец, как истинный джедай, Кел Кэстис умеет подтягивать к себе героев Разрубать их световым мечом Цвет светового меча, кстати, можно настраивать Разве что нельзя сделать его красным по понятным причинам И еще я заметил интересную фишку Как можно остановить в том числе выстрел врагов И на этот остановившийся в воздухе выстрел Буквально швырнуть жертву, которую распилит Немножко распилит Сильной расчлененки здесь вы, кстати, не увидите Конечности головы, руки, ноги невозможно отрезать Это нужно понимать При построении боевой системы разработчики из Respawn Entertainment Явно вдохновлялись уже работами From Software Играми серии Souls Так, боевая система Бой, в принципе, здесь ощущается не сильно быстро Он более плавный, более взвешенный Но от этого более тактичный Так, нужно внимательно смотреть на действия врага Искать слабые места И атаковать в тот момент, когда ваш противник потерял хватку Расслабился и отвлекся Кроме того, уничтожить соперника можно буквально с одного удара Если знать как Придется учиться постигать тактики джедаев Также маленький нюанс, который напоминает о God of War Это то, что ваш подопечный джедай может метнуть свой световой меч И когда он вернется обратно, как топор Он разрубит каких-нибудь случайно попавшихся на пути врагов Согласно веяниям моды у нас будет свой собственный космический корабль База, жалящий Богомол Мы на нем сможем перемещаться без загрузок на ранее освоенные территории Ранее зачищенные локации При этом перемещения не будет через перезагрузки Мы будем наблюдать, как герои летят из точки в точку У нас будет своя команда, свой капитан по имени Гриис Дутис Друтис Играйте только лучше, двигаемся дальше